Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. С вами я, Лоя. И да, я уже прилетела в Украину, но, в общем, сейчас не об этом. Потому что 31 числа у нас что, 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 что? И сегодня я буду снимать для вас образ на Хэллоуин. Я надеюсь, он будет для вас простой, понятный. И я считаю, например, что этот образ подходит как и парню, так и девушке. В общем, если ты не подписан на мой канал, то обязательно сделай это прямо сейчас. И дальше вы все знаете. Снизу под видео есть колокольчик для уведомлений, чтобы не пропустить ни одного моего нового видео. Нажимай на него и поехали! Для начала я уберу лишние волосы, чтобы мне ничего не мешало. Как вы видите, на мне нет майкапа. Потому что, если бы на мне был макияж, а консистенция, с которой я буду работать, плохо бы держалась, либо нужно было смывать. Так что для начала я буду наносить себе на лицо клей. У меня есть клей для ресниц и есть клей ПВА. Для чего я это буду делать? Я хочу сделать порез на лице. Можно использовать клей и... И салфетки. Сейчас я буду проводить такие вот линии. Я попробую и этим клеем, и... Потому что этим клеем я уже работала. Это обычный клей ПВА. И, кстати, да, обязательно посмотрите состав этого клея. Этот клей для ресниц. И я не знаю, как он работает, как он засыхает. Но сейчас как раз проверим. Так, наносим вот здесь, там, условно. Так, нанесла здесь полосочку, которая растекается. Влад, принеси фен. В общем, я ждать не люблю, поэтому я буду использовать фен, чтобы поскорее подсушить и нанести следующий слой клея. Все, можно наносить еще один слой. В общем, наношу такими полосками клей, тонкими, потому что я хочу, чтобы мои порезанные лица были тонкие. Дальше буду наносить ПВА уже на такие вот большие участки, где хочу сделать большие порезы. То есть, вот так хочу. Так, рассказываю, если вы хотите сделать не просто порез, а именно как рану, помассивнее, вам нужны будут салфетки. Вы берете одну салфетку, делите ее, как можно отбросить, вот видите. Открываете. И вот таким вот способом прикладываете. Потом опять наносите слой клея, подсушиваете. Я наношу только там, где ПВА клей. О, мне губы склеиваются. Просто ждем, когда высохнет. Если у меня сегодня слипались губы, в общем, вроде бы уже почти все сухо. Дальше я это все гримирую под свой тон лица. И образ такой будет более-менее мертвого человека. Поэтому в любом случае вы тоже себе будете гримировать очень бледным цветом. Я буду делать это руками, потому что, чтобы прочувствовать все, тут хорошенько загримировать, чтобы было похоже на мою кожу. В общем, старайтесь делать аккуратно, чтобы не замазать одежду. Дальше я беру консилер. Тоже он у меня очень светлый. Вот такой был биби-крем. Похлопнувшими движениями, как бы так вбиваю, не размазываю. Я хочу, чтобы он более плотно лег на лицо. Консилер у меня более светлее и плотнее, чем биби. И поэтому я прохожусь практически по всему лицу, чтобы сделать себя более бледнее. Дальше у меня понадобятся ножнички. Обычные ножнички. И что мы делаем? Кстати, сразу скажу, не пугайтесь. Это может выглядеть не очень, но это всего лишь клей. Я буду аккуратненько поддевать клей и разрезать его по серединке. Дальше я немножко растягиваю. То есть, чтобы это было похоже на рану. Я хочу вот этот порез, чтобы он был у меня шире. То есть, я немножко растягиваю. Не знаю, видно вам будет или нет, но вот здесь, вот видите, я сделаю такой вот надрез. Дальше делаю надрез здесь. Если вы хотите такие порезы тонкие на лице, как у меня, то как бы будьте готовы, что это такая ювелирная работа и нужно будет все это аккуратненько разрезать. Дальше я так буду чуть-чуть раздвигать. Я бы сказала, что я пытаюсь это не раздвинуть, а больше внутренние стороны выгнуть вперед. Вот так вот. Видите? Вот я здесь провела такую полоску и сейчас так же самую буду ее раскрывать, как здесь. Ребят, смотрите, как я уже себе тут пораскрывала эти ранки. Мне очень нравятся, как получаются ранки с клеем для ресниц. Смотрите, вообще очень хорошо ложится под кожу и вот такие вот рваные раны. И как видите, я немного подклеиваю. А вообще, знаете, пока в месте я вот это все тут делала, ко мне пришел курьер и принес мне вот такую крутую посылочку. И скоро, кстати, будет распаковка. Я уже раскрыла, просто проверила. Соль пришла, но распаковочка будет с вами и я расскажу, что в этой классной коробке. Мне кажется, это было не в тему. Вообще, курьер пришел не в тему. Та-дам! В общем, вот так вот это все будет выглядеть. И сейчас мы начнем это все зарисовывать. Кстати, на это не обращайте внимания. У меня потекла кровь, потому что я проткнула себе губу, ножницы. Вы, пожалуйста, не делайте так, как я. Это больно. И просто не делайте это. Пожалуйста, будьте аккуратными. Мне нужна пудра. Дальше я просто еще вот это хочу запудрить. Дальше нам нужна будет палетка. У меня вот такая вот палетка. И мне нужен будет красный. Красные тени. Но, кстати, у меня есть вот такие вот штучки, как бы эти краски специально для Хэллоуина. И можно красить, в общем, по коже. Вот такими как бы карандашками. Я хочу нарисовать синяки под глазами. Такие синие круги. И поэтому я беру другую палетку. У меня здесь есть как бы черный цвет. Вот. Будем брать его. И я не хочу, чтобы были сильно черные. Мне нужен более такой серый цвет. Пытаюсь побольше растушевать, чтобы как бы сделать не черный, а серый. А если у вас серые есть тени, то вообще, я думаю, будут замечательны. Синяк мы будем делать коричневыми оттенками. Мы будем делать вот таким бордо. И... И каким еще? И коричневым. В общем, поехали. Делаю такие красные, чтобы они как бы были как кровавые, знаете. И я думаю, это будет очень хорошо смотреться, естественно. Возвращаемся к глазам. Я хочу здесь сделать красненьким вот. Вы посмотрите, какой это будет эффект. Если у вас есть красные тени, то берите сразу красные, потому что мне дает чуть-чуть как бы такую розовинку, которая мне вообще как бы не нужна. Так же вот здесь, возле губ. Вот так, наверное, это выглядит. И дальше самое интересное. Мы будем обрабатывать наши раны. Для этого я беру краски. У меня нашлись только акварельные. И теперь нам нужно аккуратненько проводить вот там внутри порезы. У меня была тонкая кисточка. Я специально купила для этого видео и для этих ран, для этого макияжа. Но, к сожалению, почему-то она каким-то чудным образом пропала. Так, ну это не все. Дальше мы берем черный цвет. Уберу подборку. Добавляем туда вовнутрь черный. Очень аккуратно вот здесь проводим черный. Черный цвет мы добавляем для того, чтобы сделать рану более-более глубокой. Добавляем некоторые моменты. Мы берем лейкопластырь. И теперь я беру красный цвет опять. Ну вот, и наш образ готов. Вот так это все выглядит. Ребят, на этом мое видео подошло к концу. И таким образом я хотела вам показать образ на Хэллоуин, который можно сделать дома. И я считаю, что не нужно вообще тратиться. Не нужно покупать жидкий латекс. Не нужно бегать по магазинам. Хорошего вам настроения. И до скорых встреч. И да, если тебе понравилось это видео и мой образ, то, пожалуйста, поставь мне палец вверх. И напиши комментарий, какой образ будет у тебя на Хэллоуин. Всех любви. Целую. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok